Слово карма буквально означает действие. Действие для нас, для людей. Будь мы в состоянии бодрствования или во сне, может проявляться на четырех уровнях. Уровни физических действий, психических действий, эмоциональных и энергетических. Эти четыре вида активности происходят постоянно, хотим мы того или нет. У нас нет выбора, они происходят постоянно. Мы совершаем их. Но если мы подумаем, то сколько из этих действий мы совершим осознанно в течение дня? Для большинства людей эта цифра составляет меньше 1%. Это как «Лучше я не буду доверять вам управление грузовиком, а дам в руки велосипед, потому что это будет слишком опасно для окружающих». Если вы едете на велосипеде, скажем, в течение 10 минут, и 9 минут 50 секунд вы едете с закрытыми глазами, вы уже представляете последствия. И именно это происходит с людьми. Они думают, что что-то извне вредит им. Все, что бы мы ни делали в жизни, оказывает на нас остаточное воздействие. И это остаточное воздействие создает последствия. А дальше уже дело за нами. Пройдем ли мы через эти последствия в радости или в горе? Будем ли мы агрессивно реагировать на них или осознанно отвечать? Здесь уже мы вольны выбирать. Если вы не будете осознанно практиковать этот выбор, карма раздавит вас. Если вы будете практиковать осознанный выбор, вы сможете оседлать колесо кармы. Тот, кто едет на велосипеде, получает приятный опыт, но кто попадает под его колеса, определенно чувствует мало приятного. Так что карма – именно это. Вместо того, чтобы стараться оседлать колесо кармы, люди думают, что оно приближается и бьет их откуда-то извне. Нет, нет, если вы не понимаете, что ваша рука и есть рука божественного сознания, в самую большую ловушку иллюзий и платите за это цену. Так что цель этой книги – дать верное понимание кармы. Моя жизнь, моя карма – это то же самое, что моя жизнь – это мои действия. И когда вы увидите, что ваша жизнь – это только ваше действие, то вы увидите, и какую хотите создавать жизнь. У людей могут быть самые разные склонности. Скажем, кто-то ведет себя очень плохо, и он думает, что дело в обстоятельствах, да и психоанализ расскажет ему, что когда-то его обидел отец, и теперь поэтому он обижает всех вокруг себя. Вы знаете, что подобных объяснений сейчас пруд пруди. Но если вас когда-либо кто-то обижал, то вы должны вынести из этого главное – никогда не обижать ни единую душу вокруг. Но мы реагируем иначе. Мы думаем, что если кто-то когда-то нас обидел, то мы имеем право обидеть миллион людей миллион раз. И подходящие обстоятельства складываются именно из-за нашей агрессивной реакции и все, что бы ни происходило внутри нас. Что бы ни было в нашей карме – это наше прошлое. Это все, что происходило до текущего момента. Все, что происходило до этого момента, должно стать вашей платформой, чтобы вы могли на нее встать и танцевать сегодняшний танец. Но вместо этого для нас это становится забудчими песками, в которые нас засасывает все больше и больше. Что такое вчера? Что такое прошлое? То, что нельзя изменить. Там и нечего менять, потому что его больше не существует. Что такое сегодня? Вы можете только проживать его, а больше ничего не остается. Проживать его таким, какое оно есть. Что такое следующий момент и завтра? Вам придется его создать. Вы тратите свою жизнь в попытках изменить прошлое. А это то же самое, что биться головой о стену. Стену вы не пробьете, а шишек себе понаставите. То, что вы можете изменить, вы не меняете. То, что можете сделать, не делаете. Потому что вся ваша энергия уходит на то, чтобы биться головой в то, что уже давно кончено. А можете рассказать немного об обложке? Когда ко мне пришла книга, она была настолько красиво упаковано, что мне даже не хотелось ее раскрывать. Так все было красиво сделано. Но, конечно, я не мог ее не раскрыть. Какой символизм скрывается за обложкой? Что значит эти символы для вас? Почему вы выбрали именно такой дизайн? Это фреска с одной из стен медитационного зала в нашем йога-центре Иша в Индии. Некоторые говорят, что это самая большая фреска в мире, но я не знаю, не могу утверждать, хотя есть те, кто утверждает это. Мы разработали эту фреску, чтобы отразить пять уровней, над которыми люди могут работать. Когда я говорю пять уровней, весь наш мир состоит из пяти элементов согласно йогическому знанию. Земля, вода, огонь, воздух и пространство. Всего пять. И только из этих пяти элементов состоит вся наша Вселенная, в том числе и ваше тело. И фундаментальная основа йогического знания – это пхута-шутхи. Система очищения элементов в вашей системе, а затем овладение этими элементами. Если вы овладели элементами в пределах вашей системы, то ваше тело, ваш ум, ваша энергия – все будет функционировать так, как вы захотите. Но ничего из этого не происходит, потому что вы не заботитесь о состоянии отдельных ингредиентов. В итоге вся ваша готовка превращается в квашню. Так что базовая фундаментальная практика йоги называется пхута-шутхи. Когда я говорю йога, то в Северной Америке это также может значить что-то другое. Но я говорю не об этом. Когда мы говорим йогическая наука, то самая основа этой практики – пхута-шутхи. Пхута-шутхи подразумевает работу с землей, работу с водой, работу с воздухом, работу с огнем и пространством. И здесь мы видим работу с воздухом. Это изображение йога, свисающего вверх ногами с дерева и работающего над воздухом в своей системе. Когда я говорю воздух в системе, то особенно сейчас в условиях пандемии все понимают, насколько важно правильно дышать. Но дело не только в дыхании. Каждая клеточка нашего тела содержит в себе определенное количество воздуха. Обычно мы говорим, что 70-72% в нашем теле – это вода. 12 – земля, 6-8 – воздух. А то, что остается – огонь и пространство. Но эти 6-8% воздуха играют значительную роль в нашей жизни. То, как мы думаем и то, как мы дышим, напрямую и очень тесно взаимосвязано. Современная наука также это признает. Приведу пример. Давайте представим, что вы сидите и думаете о горах. В этом случае вы будете дышать одним образом. Если вы начнете думать о тигре, ваше дыхание изменится. Начнете думать об океане, ваше дыхание опять изменится. Потому что ваши мысли и ваше дыхание напрямую связаны. Или то, что, по крайней мере, знают все. Если у вас появляются пугающие мысли, то ваше дыхание учащается, каким-то образом отклоняется от нормы. Так что дыхание и мыслительный процесс находятся в очень тесной взаимосвязи. То, что люди называют счастьем и несчастьем, по сути, заключено в ваших мыслях. Если там происходит то, чего вы хотите, вы счастливы. Если в ваших мыслях то, чего вы не хотите, вы несчастливы. В этом смысле, чтобы жить счастливо и умиротворенно, необходимо, чтобы ваше дыхание, химия вашего тела, естественным образом приводила к тому, чтобы ваш мыслительный процесс протекал так, как вам хочется. Все до банальности просто. Если у вас возникают те мысли и эмоции, которых вы хотите, то вы будете радостным. В этом нет никаких сомнений. Жизнь вокруг вас, мир вокруг вас не может всегда давать вам исключительно то, чего вы хотите. Особенно сейчас мы это можем наблюдать. Но если ваши мысли и ваши эмоции вам подвластны, вы будете естественно радостным по своей природе. И в этом контексте воздух и овладение элементом воздуха в вашей системе очень важно. Люди думают, что их счастье и несчастье, их радость и горе, что все это исключительно карма и кто-то за что-то их наказывает. Нет. Вы думаете, что эта рука высшего воздает вам за грехи? Нет, нет. Это ваша собственная рука лупит вас по лицу, а вы все думаете, что это кто-то другой. Есть ли здесь какое-то решение? Пока вы не осознаете, что причина всему вы, вы не сможете этого остановить. Это и есть карма. Что мне очень понравилось в этой книге и других ваших книгах? Их очень просто читать. Даже когда речь идет о сложных темах и понятиях, то читается очень легко. И вы умеете объяснять все с юмором. На ваши семинары приходят тысячи людей, хотя лекция сама по себе предназначена не для веселья. Но на ваших семинарах вы всегда смеетесь, шутите, говорите о радости и танцуете. Расскажите мне о намерении написать книгу, которую будет очень легко воспринимать, которая не будет требовать изощренного ума, чтобы во всем разобраться. Когда вы говорите, когда я говорю с вами, а вы со мной? Или вы говорите с кем-то еще? Если цель разговора не установление контакта, то лучше сразу заткнуться. Если мы говорим так, что никто не может нас понять, то лучше не говорить вовсе. Говоря с группой людей, очень важно говорить на их языке. Так, чтобы они могли тебя понять. И, как правило, при передаче духовного знания, религиозных рассуждениях происходило следующее. Простые аспекты жизни возводились в ранг мистического. Цель моей жизненной работы – взять мистическое и сделать его доступным и простым. Это важно, иначе в чем вообще цель любого обучения? Я могу дать вам знания, которые вы никогда не поймете, но в чем смысл этой ерунды? Я называю это ерундой. Если я вас чему-то учу, то это должно быть вам полезно. Иначе какой в этом смысл? Это не та книга, которую ты держишь в голове. Это та книга, которую ты применяешь в жизни, потому что именно это важно. Ты должен проживать жизнь, а не держать информацию о жизни в своей голове. Так что для меня смысл чтения лекций или написания книг не в том, чтобы оставить после себя манускрипт, который никто не поймет. Когда люди спрашивают, что я читаю, в основном я читаю старые детские комиксы, да не смучители, прочие, которые, к сожалению, сейчас уже не создают. Но это мудрейшие произведения из всех, что я читал. Я не читаю писаний. Потому что в основном они написаны таким образом, что вызывают нескончаемые споры. А я не хочу споров, я хочу решений для жизни. Моя работа – предлагать людям решения, а не провоцировать интеллектуальный цирк. Мне нравится. Давайте поговорим о времени. Вы написали так много книг и теперь затронули очень мощную концепцию кармы. Почему именно сейчас вы решили выпустить книгу о карме? В Индии мы не стали выпускать эту книгу. Перед началом первой волны пандемии в январе 2020 года мы выпустили книгу с названием «Смерть. Внутренняя история». И когда разразилась эпидемия, а на момент выпуска книги ни у кого и мысли об этом не было, люди начали спрашивать. Садхуру, скажи, ты предвидел пандемию? Но есть пандемия или нет пандемии? Люди всегда умирают. И не просто абстрактные люди. Мы с тобой умираем прямо сейчас. Это процесс, который уже запущен и однажды он завершится. Я благословляю тебя на долгую жизнь, но мы в любом случае умрем. Мы смертны. И почему это важно? Если мы не осознаем, что у нас в запасе ограниченный промежуток времени, то мы потратим слишком много времени на совершенно глупейшие вещи. Если мы понимаем, что запас времени у нас ограничен, и пока мы здесь сидим, жизнь потихоньку ускользает от нас, не просто время потихоньку ускользает. Ускользает наша жизнь. Время последнее ее крупицы придет позже, но прямо сейчас жизнь ускользает в любом случае. Если вы это знаете, то у вас не будет времени заниматься тем, что не имеет для вас большого значения. Вы не будете делать того, что вас действительно не заботит. Если я, ты и все вокруг начнем делать только то, что для нас по-настоящему важно, то это будет прекрасный мир. Но проблема в том, что слишком много людей делают вещи, которые для них не важны. Так почему же карма вышла именно сейчас? К сожалению, в Индии пандемия стала настоящим бедствием. С первой волны пандемии Индия справилась очень хорошо. Мы не испугались, мы хлопали в ладоши, били в бубны. Каким-то образом мы смогли объединить страну, чтобы ответить на вызов. Да, было много боли, но мы ответили и справились во многом лучше других стран. Учитывая плотность населения, на мой взгляд, мы справились исключительно хорошо. Но за последние 14 месяцев все словно размылось. Сейчас люди думают, что они достаточно неуязвимы. Большинство людей вообще живут так, как будто бессмертны. И в этом проблема. Они думают, что это другие люди умирают. Они не понимают, что умирают сами. На этот раз вирус стал гораздо сильнее и на всех лекарств не хватает. Уровень смертности экстремально высок, так же, как и уровень страданий. И ни одна нация не может предоставить больничные койки для всего населения сразу. Попросту невозможно это сделать. Введено чрезвычайное положение, люди стараются справляться. Но в любом случае очень сильно разрушается экономика, нарушаются основы образа жизни, разрушается жизнь во многих смыслах. В конце концов, люди теряют жизни. Каждый день 12-15 людей, которых, по крайней мере, я хорошо знаю, умирают. Каждый день. Это ужасно. Тебе нельзя видеть тело, из госпиталя оно сразу отправляется в крематорий. И у тебя в уме даже не формируется какая-то финальная точка, потому что ты не видел человека ни на больничной койке, ни на похоронах. Всем занимаются какие-то другие люди. А ты только сидишь дома и получаешь сообщение, ваш отец умер, ваша мама умерла и все в таком духе. Это очень сложное время. Это время понять, что наша карма, наша текущая карма важнее всего. Когда я говорю карма, люди часто понимают под этим судьба. Нет. Карма – это действие. Мои действия – моя ответственность. Да, ситуация в мире сейчас развивается определенным образом. И то, как я отвечу на нее, определит мою карму. Самая уникальная и позитивная вещь этой пандемии – она не распространяется мышами, птицами, комарами или кем-то еще. Как во время других эпидемий. Единственный носитель в этой пандемии – это человек. Только человек. И если мы как человечество сознательно ответим на этот вызов, вирус будет побежден. Еще в марте 2020 меня спрашивали, Садхуру, в чем решение? Но я говорю о нем вот уже 40 лет. Вам нужно научиться спокойно сидеть. Это очень важно. Если на 14 дней все мы сможем просто спокойно сидеть, не взаимодействовать, не ходить куда-то с друзьями, не ходить никуда, пандемия завершится. Но можно ли заставить людей это сделать? Когда пандемия лютует, кому-то вдруг срочно требуется стрижка, кто-то хочет выпить пиво, кто-то хочет с кем-то встретиться и еще множество компульсивных желаний. И как раз из-за наличия этих компульсивных реакций быть человеком настолько ответственно. Но что прекрасно, так это то, что человек способен сделать что угодно, если подходить к этому осознанно. Если вы посмотрите на себя, на человеческую природу, то что вы увидите? Мы рождаемся так же, как и другие создания. Мы растем так же, как и все вокруг. Мы занимаемся выживанием, едим, воспроизводим себя. Умираем так же, как другие живые существа. Единственное наше отличие, мы можем делать все это осознанно. И это огромная разница. И она же единственная. Если вы этого не делаете, если не живете осознанно, то, думаю, эволюция зря потратила на вас свой ресурс. Совершенно зря. И карма значит именно это. Это момент перехода от неосознанности к осознанности. Момент перехода от причудливой системы верований к ответственности. И это очень-очень важно. Моя карма значит, что я стопроцентно ответственен за все, что происходит со мной сейчас. Я умиротворен, я радостен, я несчастен, я в ужасном состоянии, и за все это в ответе только я. И если я знаю это, то естественным образом я буду жить свою жизнь, постепенно поднимаясь все выше и выше. Но если я думаю, вот из-за тебя я несчастен. Что ж, во-первых, я так и останусь несчастным. А во-вторых, если мне станет слишком плохо, то, возможно, я даже захочу тебя убить. И это происходит в мире. Это то, что происходит в мире каждый день. Я либо захочу убить себя, либо захочу убить тебя. Уже сейчас ученые предсказывают пандемию психических проблем, пандемию суицидальных всплесков, что уже происходило в Японии в 2020. Количество тех, кто покончил с собой, там в какой-то момент превысило количество тех, кто умер от вируса. Так что нам даже не нужна помощь вируса, мы можем сделать это сами. Мы довольно хорошо это умеем и не нуждаемся в подмоге со стороны внешних вмешательств, чтобы вызвать состояние уныния и жалости к себе. Если я чувствую себя несчастным и считаю, что в этом виноват ты, я хочу, чтобы ты умер. Но если я не могу вызвать твою смерть, то может я убью себя или сделаю что-то еще. Постоянно мы слышим о том, как кто-то идет и открывает стрельбу по случайным людям. Почему? Из-за состояния глубочайшего отчаяния. Уровень злости, безысходности достигает такой точки, что тебе становится все равно, кого убивать. Ты уже даже не ставишь себе целью убить кого-то конкретного, ты просто убиваешь всех подряд. Мужчин, женщин, детей, всех, кого ты только сможешь убить. Просто потому, что ты достиг такого уровня отчаяния. И вместо того, чтобы концентрироваться на уровне совершаемого насилия, нам нужно сконцентрироваться на уровне отчаяния, безысходности и деградации, которого достигают люди внутри самих себя. Почему все это творится? Потому что мы думаем, что кто-то другой виноват в наших бедах. Но если вы видите, что моя жизнь – это моя карма, то вы возьмете ответственность за все на себя и сделаете со своей жизнью лучшее из возможного. Может, мы и не можем исправить весь мир, но себя-то мы исправить способны. Какую роль играет служение другим в том, чтобы достичь счастливой и радостной жизни? Понимание, что твоя жизнь должна заключаться не только в заботе о себе, но и вкладе в жизнь других, служений. Вклад в жизни других может быть разным, но я не очень люблю слово служение, так что позвольте мне выразиться по-другому. Скажем, вот у тебя, насколько я знаю, есть ребенок. Да. И когда твой ребенок растет, чем больше ты получаешь возможности сделать что-то для него или для нее, тем лучше, не так ли? И всякий раз, когда ты берешь своего ребенка на руки, кормишь его, платишь за него, учишь его, считаешь ли ты это служением? Думаю, да, я помогаю ему делать вклад в его жизнь, а как вы на это смотрите? А не воспринимаешь ли ты это как привилегию? Заботиться о своем ребенке, водить его с собой, наслаждаться общением с ним? Или ты все же думаешь, что занимаешься служением ему? Думаю, и то, и то. Но я бы скорее сказал, что помогаю ему, нежели служу. А если ты перестанешь ему помогать, сделает это тебя счастливее? Нет? Значит, все-таки это приятное для тебя дело? И служит он тебе, а не ты? Точно. Если у людей не появляется ребенок, то, как правило, большинство из них не знают, что им с собой делать. А если этот сверток радости приходит в их жизнь, то их жизнь полностью трансформируется. Потому что годам к тридцати большинство этих идиотов забывают, что вообще значит быть радостным. Но когда появляется ребенок, они внезапно начинают петь, начинают танцевать, ползать под столом, делать то, что не делали последние 20 лет. Поэтому я всегда говорю, что то, что вы делаете для своего ребенка, это акт любви. Но если вы делаете что-то для ребенка на улице, это акт служения, потому что сердце лишено любви. Однако, если в вашем сердце есть любовь, то вы просто не можете никому служить. Потому что это огромное привилегие. Вам выдалась возможность сделать что-то для кого-то. Это отличный шанс для вас, а не служение кому-то. Потому что, что вы собственно можете сделать? Можете дать еду, деньги, образование. Но это не ваше. Вы пришли сюда ни с чем, ни с чем и уйдете. А все, что есть здесь, можно только перераспределить. Или ты пришел сюда с чем-то, Эван? Пришел ли я с чем-то? Нет, разве что с намерением. Ты пришел с пустыми руками. Ты родился с пустыми руками и уйдешь отсюда с пустыми руками. Что есть здесь, я переложу туда. А что там, сюда. И вот я уже думаю, что сделал огромный вклад. Нет, нет. Это привилегия иметь возможность так распределять вещи, чтобы все работало как надо. Вот и все. Но люди извратили идею любви. И для них любовь – это когда объект любви принадлежит им. Они должны им владеть. Если они что-то любят, то должны этим обладать. И из-за этой примитивной идеи они могут служить, могут делать огромный вклад. Да каждый момент вашей жизни должен быть вкладом. Каждый. Вклад – это не обязательно деньги или полезная деятельность. Сам твой способ существования может быть вкладом. Если ты идешь по улице и встречаешь 10 человек абсолютных незнакомцев, то вы можете оказать на них позитивное или негативное воздействие, просто проходя рядом. Большинство людей проходят мимо друг друга, как статуи. Вот так. Ну вот они приходят домой, и теперь они – сама любовь. Я не знаю, как они это делают. Вы можете практиковать эту любовь уже на улице. Я говорю о деревьях, облаках, людях. Потому что то, что вы делаете – это вопрос вашей компетенции, способностей, ресурсов и так далее. Но то, как вы есть – вопрос только вашего желания. Если вы наладите мир внутри себя, если станете любящим и радостным человеком, то все, что вы захотите и будете делать – не мне определять, что вам стоит делать, но что можете, то и делайте. Я делаю, что могу. А если у меня мысленный или эмоциональный запор, то что я могу сделать? Я не сделаю. И в этом трагедия жизни. Когда в вашем сердце нет любви, то вы не будете делать того, что можете. Если вы не делаете того, что не можете, в этом нет проблемы. Но если вы не делаете того, что можете, то это катастрофа. И служение, в нашем понимании – тяжкий груз. Потому что вы подсчитываете все добро, что сотворили, и страдаете, когда люди не делают вам добра в ответ. Когда люди не высказывают благодарности. Но когда вы смотрите на это как на привилегию, то вы ничего не ожидаете взамен, потому что это и так огромная привилегия, и любовь просто проходит сквозь вас. Хочу спросить, то есть осознанность идет в противовес компульсивности? Как я понимаю, действуя компульсивно, мы, по сути, и не проживаем жизнь, мы не содействуем другим людям, не любим других, не любим себя, не проявляем осознанность. Как мы можем перейти от компульсивности, которая и так встроена по умолчанию, как настройка операционной системы, к осознанности? Необходимо понять, потому что эти слова очень часто используются – карма и осознанность. Так часто, что уже набили оскомину. И, как правило, в очень свободном манере люди даже не особо задумываются, произнося эти слова. Так давайте же разберемся. Карма – это накопленные впечатления, которые мы носим внутри, относительно четырех видов действий – физических, психических, эмоциональных и энергетических. И этот синтез впечатлений находится далеко за границами вашего и моего понимания, потому что за один только день происходит столько всего, что это просто невероятно. Давайте разберем какой-нибудь пример. Предположим, вы идете по улице длиной 150 метров. На 50 метрах вы уже можете учуять 50 различных запахов. Сознательно вы их даже не замечаете. Только если что-то очень сильно вам понравится, то вы это заметите. Или если сильно не понравится, то тоже заметите. Остальные 48 запахов останутся для вас незамеченными. Но все их зафиксирует ваш ум, и они окажут на вас определенное воздействие. В следующий раз вы окажетесь в каком-то месте, и непонятно почему это место вызовет у вас определенную реакцию. Вы не будете знать почему, а все дело в том, что мозг зафиксировал запах этого места в вашем подсознании, и теперь оно вызывает вашу реакцию. Это удивительный механизм, созданный для выживания. Но когда речь заходит о людях, наша жизнь не предназначена исключительно для выживания. Если бы вы родились любым другим существом, то вся ваша жизнь сводилась бы к выживанию. Но как только вы стали человеком, выживание заняло очень маленькую ячейку. Все остальное – это необходимость развития и процветания в качестве человеческого существа. Но чтобы это случилось, вам нужно выйти за пределы своей кармы, которая по сути является… Давайте не будем говорить компульсивность. Это негативное слово. Скажем, вы просто живете на автомате с этой памятью. То, как вы сидите, как стоите, как говорите, как реагируете на разные вещи – все это происходит на автомате. И это делает жизнь проще. Карма делает вашу жизнь проще. Но только если вы используете ее как площадку, на которой стоите. Если же вы увязаете в ней, вы страдаете. Так что же, карма – это что-то плохое? Вовсе нет. Должна ли быть у меня только приятная карма? Вовсе нет. Нет. Если внутри у вас много неприятной кармы, то вы способны стать очень мудрым. И если вы осознаны, то вы станете мудрым даже с неприятной кармой. Но если вы неосознаны, то все то неприятное, что случилось с вами 10 лет назад, заставит вас страдать сегодня. И большинство людей выбирают второй вариант. Что-то случилось 10 лет назад, они страдают до сих пор. Что может случиться только послезавтра, они уже страдают. И они страдают не из-за жизни как таковой, они страдают из-за двух фантастических способностей, которые имеются у людей – яркой памяти прошлого и потрясающего воображения. В отсутствие двух этих вещей человека даже нельзя назвать человеком. Наша жизнь наполнена только благодаря нашей кармической памяти. Все, что случалось с момента вашего рождения, вы до какой-то степени помните. Вы представляете из себя смесь кусочков воспоминаний, которые могут быть интересными, хорошими и в то же время очень сложными. А все комплексное и сложное можно превратить как во что-то совершенно прекрасное, так и ужасающее, в зависимости от того, где вы находитесь. Если вы находитесь сверху, то все замечательно, но если вы вязнете в этих воспоминаниях и представлениях, то все ужасно. Такова природа кармы. Так что карма не против вас. Она упрощает вам жизнь. Процесс выживания может быть до какой-то степени автоматизирован. Но если вы полностью перейдете в режим автопилота, то не будет никакого смысла проживать следующий день. Потому что завтра у вас не будет возможностей, ведь вы полностью все автоматизировали. Так что нужно научиться поддерживать баланс. Всегда быть в контексте со своей кармой, быть на ее вершине, но не увязнуть в ней. И для этого нужно быть осознанным. Если вы не осознаны, то ваш автоматизм вас полностью поглотит. Вы станете как машина. И это происходит с огромным количеством взрослых людей. Когда они были детьми, они были бы страшно живыми, но постепенно они стали автоматическими машинами. Они идут в офис, потом домой и обратно. Делают все, что внутри них запрограммировано. Запрограммировано ими самими или кем-то еще, это не имеет значения. Но как только вы зафиксировались в этой программе, вы становитесь автоматом. Вы запечатываете миллионы лет эволюции в механизм. Каково это? В книге вы приводите пример, если у кого-то есть проблемы с компульсивным заеданием, сделайте шаг назад, присядьте, подождите несколько минут. А когда вы достаточно натренируетесь, эти несколько минут превратятся в несколько часов. А затем в несколько дней, и в итоге вы освободитесь от этой компульсивности. Можно ли также сказать, что если ты чувствуешь, что тебе не хватает осознанности, просто сядь, прочувствуй свое состояние и поразмышляй о нем? Не размышляй. Просто дай себе некоторое время. Скажем, сейчас ты сказал что-то, что мне не понравилось, и теперь я хочу оскорбить тебя. Просто подожди минуту, и ты увидишь, насколько бессмысленна эта реакция. Но большинство людей не дают тебе этого времени. Ты что-то сказал, я что-то ответил. Сразу же. Без временного промежутка. Осознанность не требует времени, но если ты совершенно неосознанно реагируешь или реагируешь слишком компульсивно, небольшая пауза очень поможет. Ты упомянул о голоде. Голод находится на самом базовом уровне компульсивности, потому что от него зависит наше выживание. И даже сегодня мы с тобой сидим и спокойно разговариваем, потому что мы сыты. А если мы были бы голодны, то вряд ли бы у нас задалась беседа. Так что внутри нас есть инстинкт. Когда мы голодны и видим еду, то все остальное перестает для нас существовать. Мы хотим поскорее наесться. Сегодня же большинство людей имеют возможность питаться пять раз в день, и они даже не замечают этого. Но если оставить их на пять дней без еды, то они начнут есть как животные, сметая все, что попадается им по пути. Потому что это встроено в каждую клеточку нашего тела на уровне инстинктов. Когда мы голодны, выпрошает не только наш желудок, выпрошает каждая клеточка нашего тела. Вам нужно поесть. И это работа в компульсивном режиме – взять еду и съесть. И если вы чувствуете такой позыв, присядьте на две минуты. Не дергайтесь в страстном порыве. Успокойтесь, и это сотворит с вами чудеса. Гаутама Будда говорил так. Когда вы очень голодны и вам нужна еда, если вы отдадите вашу еду кому-то еще, вы станете сильнее. Может, мы иногда слишком критичны к себе, думая, что могут сделать две минуты. Две минуты – это ерунда. И не даем себе даже возможности попробовать посидеть две минуты, потому что это кажется чем-то слишком незначительным в сравнении с двумя часами, двумя днями или двумя неделями. Не нужно начинать пытаться с двух часов. Двух минут будет достаточно. Когда ты станешь осознанным, то что ты станешь делать? Станешь ты есть или нет? Или как справишься с этим состоянием, все будет в твоих руках? Я не говорю вам – не ешьте. И я говорю лишь следующее. Коли же вы родились человеком, то то, как вы едите, дышите, сидите, стоите, все, что вы делаете, должно совершаться осознанно. Если все мы станем осознанны, то увидим – нет заурядных людей на этой планете. Каждый человек станет особенным. У каждого есть такая возможность. Единственная проблема заключается в том, что сейчас большинство людей похоже на запрограммированных машин. Значит, вы все-таки работаете с программным обеспечением? Да, в какой-то степени. У нас здесь еще один Билл Гейтс. Если ты пишешь свое программное обеспечение неосознанно, а сегодня многие от этого страдают, то разве невозможно начать писать свою программу осознанно? Вот и все, что я говорю. Вы создавали свою программу неосознанно в детстве. Юности. Что-то двигало вами, и вы создали эту программу. Можете ли вы сейчас начать писать эту программу осознанно? Определенно можете. Если вы осознанно создаете программу для написания музыки своей жизни, то выберете ли вы для себя писать божественную музыку счастья или музыку страданий? Надеюсь, все-таки божественную. Если вы будете писать программу для себя, то определенно вы будете стараться создавать программу счастья. Да, надеюсь, что так. Счастье, блаженство – это не цель. Это средства, которые помогают вашей жизни расцвести. Если карма находится в нас самих с самого начала и она представляет собой собрание всего жизненного опыта, который у нас был до этого момента, то мы можем начать писать довольно увесистую программу совершенно не в том направлении, пока мы существуем в режиме автопилота. Какие практики мы можем выполнять ежедневно? Потому что, когда мы начинаем писать свою программу счастья, то ей придется противостоять этой монструозной программе, которую мы уже создали за всю нашу историю. И один сегодняшний день в сравнении с 40 годами жизни Эвана – это не совсем равное противостояние. Так что мы можем делать ежедневно, чтобы выстроить новый уровень уверенности, который поможет заработать этому новому программному обеспечению? Прошлое. Этих 40 лет не существует нигде, кроме твоей памяти. Согласен? Есть ли они где-то еще? Нет. Так что экзистенционально их нет. И сейчас ты говоришь о борьбе с тем, чего даже не существует. Если ты борешься с тем, чего не существует, конечно, это будет бесконечная битва. Если ты борешься с тем, что существует, выиграешь ли ты или проиграешь, что-то в итоге произойдет. Но если ты начнешь борьбу с тем, чего нет, ты приговариваешь себя к безуспешной борьбе до конца своих дней. Так что… Ты не можешь побороть эти 40 лет. Но в этом и нет нужды. Я говорю о том, чтобы встать на них, как на платформу, потому что этот опыт не может быть просто потерян. Случались ли с тобой хорошие вещи или плохие вещи, это не имеет значения. Но этот опыт не может быть потерян, потому что он жизненно важен. Но что бы ни пришло в нашу жизнь, что мы из этого подчеркнем? Вот выбор, который важен. Мы не выбираем то, что посылает нам мир. Мы просто существуем в такие времена. К сожалению, сейчас появилось очень много вдохновляющих учителей, которые настойчиво твердят, мы способны сделать в этом мире все, что захотим. Удачи им в этом. Думаю, постепенно они поймут, что к чему. Просто пока они не достигли моего возраста. Но однажды они узнают все сами. Пока же эта глупость слышна отовсюду. Мир таков, каков он есть сегодня. Мы просто родились в эти времена. Если бы мы родились тысячу лет назад, могли бы мы так общаться с тобой по Зуму? Нет. И я говорю, что сейчас мы это делаем не потому, что мы два таких невероятных человека. Просто мы родились в такие времена, которые облегчают нам очень многое в жизни. А вот то, как мы это делаем, это уже полностью зависит от нас. То, что мир посылает нам, от нас не зависит. Ну, может, разве что совсем чуть-чуть. Но это не полностью наш выбор. Есть много гораздо больших сил, которые воздействуют на это. Но то, как мы это проживаем, вот это уже сто процентов наша ответственность. Что бы ни посылал мне мир, пройду ли я через это в радости или горе, это полностью мой выбор. И тут не может быть никаких споров. Так что карма, значит, когда я говорю о создании своей судьбы, люди думают, что судьба, предназначение, это я должен пойти туда, должен заработать столько-то денег, должен сделать то, должен сделать это. Смотрят на это так. Как ты знаешь, я регулярно бываю на экономических форумах. Не знаю, удастся ли побывать там в этом году. Он планируется в Сингапуре, но из-за вируса не уверен, что смогу туда попасть. Но как бы то ни было, это пространство, в котором собирается от 800 до 1000 миллиардеров. И помню, как в один год, по-моему, это было в 2008-м, произошел экономический кризис. Депрессия в мировой экономике и все миллиардеры, которых я там видел, находились в состоянии разной степени отчаяния. Потому что они вдруг стали чуть меньшими миллиардерами, чем они были три месяца назад. И вот я общаюсь с ними и говорю. Видите ли, неважно идет ли речь о миллиарде долларов или о чем-то гораздо более простом. Скажем, вы живете в удаленной деревне в Африке или Индии, и у вас есть корова. Вернее, у вас есть две коровы, но одну вы теряете. Вы будете абсолютно несчастны, потому что потеряли одну корову, у вас было два миллиарда, один вы потеряли. Вы будете абсолютно несчастны. Думаете ли вы, что несчастье человека, потерявшего одну корову меньше, потому что рыночная цена коровы несравнима ниже одного миллиарда? Нет, нет. Он будет страдать не меньше вашего, а то и больше. В рамках рынка коровы и миллиард долларов несравнимы. Но в человеческом опыте это одно и то же. Так что вопрос не в том, сколько всего у вас есть в количественном отношении. Вопрос в том, как вы принимаете этот жизненный опыт. Если вы воспринимаете свой опыт в радости, то ваш внутренний гений начнет раскрываться. Ваши способности начнут раскрываться, и все, что бы вам хотелось сделать, вы сделаете. Ну, конечно, с учетом времени, в котором вы живете. Если бы тысячу лет назад вы захотели пообщаться со мной по зуму, нет. Вы должны родиться в 21 веке, чтобы иметь возможность это сделать. Потому я и говорю, то, что мы можем сделать, не всегда зависит от нас. Но то, как мы относимся к жизни, стопроцентно от нас зависит. Сознанный человек выше этих вещей. И именно поэтому я говорю сейчас о карме. Планеты и звезды, неодушевленные объекты вселенной, не должны определять то, кем вам быть. Потому что вы – осознанное человеческое существо. А если вы осознанный человек, то вы сами будете определять судьбу того, кем вам стать. В Индии есть традиция. Если вы идете к астрологу и говорите, что я выбрал духовный путь, получил инициацию от своего гуру, то астролог не станет смотреть ваш гороскоп. Потому что он уже не будет отражать вашей судьбы. Потому что как только вы выбираете путь духовности, что происходит? Вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Вы становитесь осознанными. И теперь все эти знаки на ладонях, планеты в домах уже не будут играть для вас роли. Если бы вы были моряком в глубокой древности, то ветер бы решал, куда вам плыть. Сегодня у нас есть корабли на ядерном топливе. И вы сами определяете, куда вам плыть. И в этом заключается разница между осознанным и фаталистичным способом существования. Что же такое карма? И не только в западном обществе. В восточном обществе и даже в Индии часто карму понимают неправильно, думая, что карма определяет вашу жизнь. Нет. Карма может ориентировать вас определенном направлении, но она не определяет вашу жизнь. Это вы должны оседлать колесо кармы. Часто употребляют именно термин «колесо кармы», потому что любая программа способна работать только в определенном замкнутом цикле. Так что карма – это тоже лишь цикл. И если она кружится на одном месте, то это довольно бесполезное колесо. Но если вы знаете, как запустить его, то вы можете достичь места, куда вам бы хотелось попасть. И это будет потрясающее средство передвижения.